Добрый день, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем изучение предмета биология, и сегодня экологическая тема наша звучит следующим образом. Биосфера и ноосфера. Итак, что же такое биосфера? Учение о биосфере было создано выдающимся отечественным ученым Владимиром Ивановичем Вернадским. До Вернадского в естественных науках сложилось представление, что процессы, меняющие в течение геологического времени облик нашей планеты, имеют лишь физико-химическую природу, то есть вызваны размывом, растворением, осаждением и тому подобное. Вернадский показал, что главный фактор, преобразующий лиг Земли, это деятельность живых организмов. Термин биосфера ввел в науку австрийский биолог Зюс в 1875 году. Вернадский, в свою очередь, наполнил это понятие конкретным содержанием. Он назвал биосферой ту часть нашей планеты, в которой существует или когда-либо существовала жизнь и которая постоянно подвергалась и подвергаются воздействию живых организмов. Биосфера обладает уникальным свойством, представленная разнообразными взаимосвязанными экосистемами. Она саморегулируется, оставаясь постоянной, практически не изменяя своих параметров. В ней осуществляется глобальный круговорот веществ, который включает биологические круговороты веществ, протекающие в различных экосистемах. Биосферу как экосистему относят к биосферному уровню организации живого. На этом уровне современная биология решает глобальные проблемы, связанные с влиянием деятельности человека на живую природу. Итак, согласно представлениям профессора Вернацкого, биосфера включает в себя семь основных компонентов. Первое – это живое вещество. Второе – это неживое вещество, его еще называют костным. Третье – это биокостное вещество. Четвертое – биогенное вещество. Пятое – радиоактивное вещество. Шестое – рассеянные атомы. И седьмое – вещество космического происхождения. Это метеориты, космическая пыль. Итак, что же такое живое вещество? Живое вещество – это совокупность всех живых организмов, покрывающих поверхность Земли, то есть вещество, из которого состоят живые организмы. Их общая сухая масса составляет около 3 миллиардов тонн. Эта величина несущественна по сравнению с массой планеты Земли. Почти 90% биомассы всех живых организмов составляют растения, а доля биомассы океана на два порядка меньше, чем биомасса суши. Следующее вещество – это неживое или костное вещество. Это все те структурные вещества на Земле, которые никак не затрагиваются деятельностью живых организмов, например, глубинные горные породы или реликтовые ледники. Биокостное вещество – это материя, которое содержит в себе неживое вещество, но оно преобразовано живыми организмами. Например, почва ил. Поверхность Земли практически полностью преобразована живыми организмами. Биогенное вещество не содержит живых организмов, но было образовано при их участии. Например, залежи каменного угля, нефти и отложения биогенного известняка или мела. В настоящее время биосферы называют область распространения жизни на Земле. Она включает совокупность всех организмов и их остатков, а также части литосферы, гидросферы и атмосферы. Как населенные ныне живущими организмами, так и преобразованные их прошлой деятельностью. Функция биосферы – это биогенная миграция атомов химических элементов, вызванная лучистой энергией Солнца и выражающийся в процессах обмена веществ, росте и размножении организмов. Итак, биосфера включает часть атмосферы до высоты озонового слоя, примерно 20-25 километров, часть литосферы, особенно коровое ветривание, и вся гидросфера. Нижняя граница литосферы опускается в среднем на 2-3 километра под поверхность суши и на 1-2 километра под дно океана. Ребята, атмосфера. Какие мы знаем слои атмосферы? Конечно же, из курса физики нам известна тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера. В атмосфере жизнь преимущественно сосредоточена у поверхности Земли в несколько десятков метров. Выше летают некоторые птицы и насекомые. Нередко насекомых, пыльцу растений и другой биологический материал забрасывает воздушными потоками на высоту более 10 километров. Поэтому верхняя граница биосферы обозначена условно по высоте озонового экрана около 20 километров над уровнем моря. Выше живые организмы просто гибнут от жесткого ультрафиолета. Гидросфера. Это водная оболочка Земли, включающая все воды, находящиеся в жидком, твердом и газообразном состояниях. Гидросфера включает воды океанов, морей, подземные воды и поверхностные воды суши. Некоторое количество воды содержится в атмосфере и в живых организмах. Свыше 96 процентов объема гидросферы составляют моря и океаны, около 2 процентов подземные воды, около 2 процентов льды и снега и около 0,02 процентов поверхностные воды суши. Литосфера. Это твердая каменистая оболочка Земли, включающая земную кору и верхнюю часть, подстилающую верхней мантии Земли, расположенную выше астеносферы. Мощность литосферы составляет от 50 до 200 километров. Верхняя часть литосферы состоит из осадочных горных пород. Под ними лежат гранитные и базальтовые слои. На поверхности литосферы находится почва, глубина которой не превышает нескольких метров, где и сосредоточена основная масса живых организмов Земли. Итак, у биосферы, как известно, есть границы. Верхняя граница биосферы определяется озоновым экраном, как мы с вами только что сказали, который представляет собой тонкий слой, примерно 2-4 миллиметра, газа, озона О3. Роль озонового слоя в биосфере велика. Он задерживает губительные для живого ультрафиолетовые лучи солнечного света. Этот слой расположен на высотах 60-20 километров. Нижняя граница биосферы неровная. К примеру, в литосфере живые организмы или продукты их жизнедеятельности можно встретить на глубине 3,5-7,5 километров, а в Мировом океане организмы встречаются на глубине Мариинской впадины. Границы биосферы совпадают с границами распространения живых организмов в оболочках Земли, что определяется наличием условий существования жизни. Это благоприятный температурный режим, уровень радиации, достаточное количество воды, минеральных веществ, кислорода и углекислого газа. Биосфера охватывает всю поверхность суши, а также океаны, моря и ту часть недр Земли, где находятся породы, созданные в процессе жизнедеятельности живых организмов. Иначе говоря, биосфера это часть литосферы, атмосферы и гидросферы, которая заселена живым веществом. Для существования живых организмов необходимы следующие условия. Достаточное количество воды, минеральных веществ, оптимальный температурный режим, уровень радиации и другое. Распределение жизни в биосфере носит резко неравномерный характер. Наибольшая плотность жизни наблюдается на границах сред обитания. Эти сгущения жизни принято называть, пользуясь терминологией Вернацкого, пленками жизни. Одна из таких пленок жизни на границе контакта почвы и воздуха 2-3 см толщины. Вторая отмечена в зоне контакта воздушной, почвенной и морских сред жизни. Это прибрежная зона и зона апвелинга, достигаемая морскими брызгами. Третья это эуфатическая зона океана до 200 метров, то есть зона свободного проникновения солнечного луча. Даже в эуфатической зоне выделяют еще более насыщенный жизнью слой в 2-3 см, зону контакта водной и воздушных сред. Это настоящий инкубатор жизни. Каковы же функции живого вещества в биосфере? Одна из заслуг Вернацкого состоит в том, что он впервые обратил внимание на роль живых организмов как мощного геологического фактора, на то, что живое вещество выполняют в биосфере различные геохимические функции. Благодаря этому обеспечиваются круговорот веществ и превращение энергии, и в итоге целостность, постоянство биосферы и ее устойчивое состояние. Итак, важнейшими функциями являются энергетическое, газовое, окислительно-восстановительное, концентрационное. Энергетическая функция живого вещества заключается в накоплении и преобразовании растениями энергии солнца. Бактерии хемоавтотрофы преобразуют энергию химических связей, а также передачи ее по пищевым цепям от продуцентов к консументам и далее к редуцентам. При этом энергия постепенно рассеивается, но часть ее вместе с остатками организмов переходит в ископаемое состояние, консервируется в земной коре, образуя запасы нефти, угля и других. Газовая функция живого вещества. В ее осуществлении ведущая роль принадлежит зеленым растениям, которые в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделяют в атмосферу кислород. В то же время большинство живых организмов в процессе дыхания, используя кислород, выделяют в атмосферу углекислый газ. Таким образом, участвуя в обменных процессах, живое вещество поддерживает на определенном уровне газовый состав атмосферы. Окислительно-восстановительная функция тесно связана с энергетической. Существуют микроорганизмы, которые в процессе жизнедеятельности окисляют или восстанавливают различные соединения, получая при этом энергию для жизненных процессов. Велико их значение для образования многих полезных ископаемых. Например, деятельность железобактерий по окислению железа привела к образованию таких осадочных пород, как железные руды. Серобактерии, восстанавливая сульфаты, образовывали месторождение серы. Концентрационная функция живого вещества заключается в способности живых организмов накапливать различные химические элементы. Например, асоки и хвощи содержат много кремния, морская капуста и щавель йод и кальций. В скелетах позвоночных животных содержится большое количество фосфора, кальция, магния. Осуществление данной функции способствовало образованию залежей известняка, мела, торфа, угля и нефти. А теперь поговорим о круговоротах веществ. И начнем мы с круговорота углерода, в котором мы непосредственно принимаем участие. Итак, гетеротрофные организмы употребляют автотрофов в пищу, используя готовые органические вещества. В процессе дыхания углеродные соединения окисляются, и углерод выделяется гетеротрофами в атмосферу в виде углекислого газа, СО2, доступного для автотрофов. В некоторых случаях останки живых организмов могут скапливаться и формировать отложения торфа, каменного угля, сланцев или нефть. При этом углерод консервируется. Обратите внимание на эту схему. Итак, что мы с вами видим? Мы видим растения, которые забирают углекислый газ в процессе фотосинтеза. Растения, так же как и животные, осуществляют дыхание. Часть углекислого газа консервируется в почве, минерализуется и превращается в нефть, уголь, торф. Также углекислый газ поступает в водную среду, где он консервируется в виде известняка. Но очень мощным источником углекислого газа в настоящее время служит деятельность человека при сжигании. Круговорот азота. Посмотрите, пожалуйста, как осуществляется круговорот азота. Итак, в атмосфере находится азот, который поглощается растениями. Также азот поглощается азота фиксирующими бактериями. Животные дают процессы жизнедеятельности. В результате образуются фекалии и другие органические остатки. Они поглощаются микроорганизмами, тоже фиксируется азот. Ребят, а теперь посмотрите, пожалуйста, на эту схему. Это биотический насос влаги. Как оказалось, круговорот воды осуществляется благодаря тому, что на суше есть естественные леса. Если бы на суше не было лесов, то круговорот максимум бы осуществлялся вглубь суши на 600 километров. А благодаря тому, что на пороге движения водных масс есть естественный лес, вода накапливается растениями, далее испаряется и ветром сдувается на более дальние территории. Таким образом и осуществляется перенос влаги от океанов вглубь материков. Данный биотический насос влаги был разработан профессором Горшковым, который продолжил учение ученого Вернадского. Ребят, а теперь поговорим о ноосфере. Что же такое ноосфера? Это новое состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека становится определяющим фактором ее развития. Понятие ноосфера введено Леруа и Тейяром де Шайрденом в 1927 году. После знакомства с Вернадским, который читал свои лекции в Сармоне и высказал мысль о качественно новом состоянии биосферы, связанная с разумной деятельностью человека. Представления Владимира Ивановича об этом феномене и послужили после некоторого переосмысления основой для создания французскими учеными понятия ноосфера. Итак, сам Вернадский стал использовать этот термин лишь к концу жизни, однако вся его научная деятельность была направлена на изучение данного феномена. Итак, понятие ноосфера употребляется Вернадским как состояние планеты, когда человек становится преобразующей геологической силой, как область активного проявления научной мысли и главный фактор качественной перестройки биосферы. Ноосфера представляет собой область взаимодействия человека и природы, в пределах которой разумная человеческая деятельность становится основным определяющим фактором развития. Это высшая стадия развития биосферы, связанная с коренным преобразованием как природы, так и самого человека. То есть ноосфера представляет собой не выделенный над биосферой мыслящий пласт, а качественно новое состояние самой биосферы, ее очередную трансформацию в ходе эволюции. Ноосфера как высокоорганизованное состояние биосферы может возникнуть и существовать только тогда, когда, во-первых, преобразующая деятельность человека будет основываться на строго научном и разумном понимании всех происходящих процессов и обязательно сочетаться с интересами природы. Во-вторых, решится задача о владении в ближайшем будущем методами управления развитием биосферы и создания необходимых для этого средств. Учение о ноосфере открывает для нас перспективы для дальнейшего совершенствования и развития науки по пути достижения более развитого гармоничного мира. Итак, структура ноосферы включает человечество, социальные системы, науку, технику и технологии в единстве с биосферой. В чем же сущность теории Вернадского о ноосфере? Человек не является самодостаточным живым существом, живущим отдельно по своим законам. Он сосуществует внутри природы и является частью ее. Человечество само по себе есть природное явление и естественно, что влияние биосферы сказывается не только на среде жизни, но и на образе мысли. Не только природа оказывает влияние на человека, существует и обратная связь. Каковы же необходимые условия для становления и существования ноосферы? Прежде всего, это резкое преобразование средств связи и обмена между странами, усиление связей, в том числе политических, между всеми странами Земли. Начало преобладания геологической роли человека над другими геологическими процессами, протекающими в биосфере. Расширение границ биосферы и выход в космос. Открытие новых источников энергии. Равенство людей всех рас и религий. Увеличение роли народных масс в решении вопросов внешней и внутренней политики. Свобода научной мысли и научного искания от давления религиозных, философских и политических построений и создание в государственном строе условий, благоприятных для свободной научной мысли. Продуманная система народного образования и подъем благосостояния трудящихся. Создание реальной возможности не допустить недоедания и голода, нищеты и чрезвычайно ослабить болезни. Разумное преобразование первичной природы. Земли с целью сделать ее способной удовлетворять все материальные, эстетические и духовные потребности численно возрастающего населения, а также исключение войн из жизни общества. Ноосферу следует принимать как символ веры, как идеал разумного человеческого вмешательства в биосферные процессы под влиянием научных достижений. Надо в нее верить, надеяться на ее пришествие, предпринимать соответствующие меры. Итак, какие же можно сделать выводы? Идеи Вернацкого намного опережали в то время, в котором он творил. В полной мере это относится к учению о биосфере и ее переходе в ноосферу. Только сейчас в условиях необычайного обострения глобальных проблем современности становятся ясны пророческие слова Вернацкого о необходимости мыслить и действовать в планетарном биосферном аспекте. Только сейчас рушатся иллюзии технократизма, покорения природы и выясняется сущностное единство биосферы и человечества. Итак, ребята, домашнее задание. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Что такое биосфера? Каковы ее границы? Какие виды веществ биосферы вы знаете? Приведите примеры. Круговорот углерода в биосфере. Функции живого вещества биосферы. А также напишите эссе по теме биосфера и ноосфера. Ребята, для того, чтобы вам было интересно, мы прикладываем QR-коды на дополнительные материалы. Это очень интересный видеофильм «Рай на земле. Биосфера 2». Следующий проект Венера. Рай или забвение. Дополнительные материалы. Цикл передач экологична. Материалы по биотической регуляции. А я благодарю всех за работу.